Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости на студии Виталия Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. В Бресте прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года». О конкурсе, участниках и победителе материал Людмила Логодич. О ласковых руках, заботливых женщин. В Брестской областной детской больнице Международный день медицинской сестры награждали лучших из лучших. Жабенко принимает гостей. В городе-спутнике Бреста прошли финальные бои Республиканской юношеской лиги бокса. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Мы начинаем. 15 мая – Международный день семьи. К этой дате был приурочен большой праздник – областной этап республиканского конкурса «Семья года», который прошел на базе Брестского театра «Кукол». За победу боролись шесть многодетных семей, которые уже доказали право называться лучшими на региональных уровнях. Каждая из команд была достойна победы, ведь участники проявили креативный подход, творческую инициативу и сплоченность. Но обрещания болели за своих. Наш город достойно представила семья Ющук из московского района Бреста. Высокий статус Института семьи для строительства всего государства подчеркнул и почетный гость мероприятия – заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк. А вот кому досталось первое место, узнаем из материала Людмила Логодич. Сегодня на выставке мы представляем традиционные белорусские блюда. Это и драники всеми любимые, и, конечно же, белорусское сало. А какой же Столинский район без первых огурцов? Вот так творчески радушно и с огоньком встречала жюри и гостей каждая семейная команда-участница областного этапа республиканского конкурса «Семья года». На своеобразной выставке-ярмарке конкурсанты представили свою семью через оригинальную мини-экспозицию, проявив фантазию и изобретательность, чего здесь только не было – от множества кулинарных изысков до декоративно-прикладного творчества, национальных костюмов, фотографий, дипломов и грамот всех членов семьи. Мы вот в костюмах наших прадедов, им по сто лет, ручная работа. Мы ждем победы, в первую очередь, чтобы весело провести время, показать себя, показать свою семью. В нашем роду есть и музыканты, и поэты, художники. Художника у нас три – это мои сестры, дядя, папа мой ювелир и резчик по дереву. И этот талант он приобрел от своего деда, то есть от моего прадеда. Мы хотели давно своей семьей сделать что-то общее. Ну, это, конечно же, родословное. Но, как всегда, не хватало времени, а тут предоставилась возможность, и благодаря конкурсу мы успели. Каждая семья уже победительница и лучшая, потому что доказала это на региональном этапе. Ну, а самое главное, признаются участники, лучшая семья вовсе не идеальная, а просто место, где тебя любят и поддерживают. Изюминка нашей семьи в том, что мы любим друг друга. Мы держимся друг за друга, поддерживаем друг друга. И почему мы участвуем в конкурсе «Семья года»? Потому что мы семья, которая хотела привить и показать ценности семейные для других людей. Краеугольный камень политики нашего, социальной политики нашего государства, что в основе должна лежать семья. Как подтверждение, очень много делается и по законодательному направлению, различные виды помощи, семейный капитал. Поэтому это не на словах, а на деле со стороны государства. Но это, как бы, если еще добавить статистику, скажу, что Брестская область самая многодетная. Больше всего многодетных семей, 24,5 тысячи, это семьи Бреста. Ну а сегодняшний конкурс, ну это как бы вершина, наверное, пирамида вот всей этой политики. Потому что здесь действительно участвуют неравнодушные люди. И это чувствовалось на протяжении всех этапов конкурса. Далее действие переместилось из фойе Большой зал Театра кукол, где на сцене участники продемонстрировали традиции своей семьи, историю творческие способности, а самое главное – свою сплоченность и умение действовать единой, дружной командой. Я уверен, что здесь все победители. Понятно, наверное, будет первое место, будет второе место, но уже что они здесь, это лучшие шесть семей из нашей области, они все уже победили. И я думаю, что наша задача сегодня – порадоваться за них, поддержать их, еще раз, наверное, показать их семьи, чтобы они были примером другим. Каждая из семей достойно представила свой город или район, раскрыв многогранный потенциал и позволив гостям и судьям конкурса узнать о себе немного больше. Семья Ющук из Бреста вошла в тройку лучших, ну а победа досталась семье Илюшиных из Ивановского района. Она и представит Брестский регион в финале конкурса в столице. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Уже на следующей неделе Брест примет Международный форум деловых контактов. Мероприятие впервые прошло в 2016 году. С этого времени оно стало традиционным и ежегодно объединяет на своей площадке более 300 участников, среди которых представители государственных органов, дипломатического корпуса и бизнеса из разных стран. Ключевой темой 2022 года станут инвестиции, инновации и международное сотрудничество. Подробности далее. 18 и 19 мая Брест станет площадкой для проведения Международного форума деловых контактов. Заявки на участие подали порядка 15 стран, особенно широко представлена Российская Федерация, из которой прибудут делегации сразу нескольких регионов. Мероприятие пройдёт в так называемом гибридном формате. А значит, представители отдельных государств будут подключены в режиме онлайн-связи. Традиционно будем видеть на форуме представителей российских регионов. Кроме этого, заявились для участия делегации представители Азербайджана, Армении, Узбекистана, Индии. Будут ещё представители других государств. Это Вьетнам, это Индонезия, ну и ряд других. В первый день форума пройдёт пленарное заседание по потенциальным инвестиционным и туристическим возможностям Брестской области. Дальнейшая работа будет разделена на четыре секции – инвестиции, инновации, туризм и медицина, а также города-побратимы. Кроме работы секций планируется подписание ряд соглашений. Будет планируем подписать соглашение с областями Республики Узбекистан. Кроме того, прорабатываем подписание соглашения с одной из провинций Китайской Народной Республики. И планируется подписание соглашения с торгово-промышленной палатой, Брестского отделения торгово-промышленной палаты с торгово-промышленной палатой городов Вьетнама. Кроме того, планируется подписание соглашения между свободной экономической зоной Брест нашей и региональной торговой экономической зоной Китай-ШОС. В плане мероприятий – посещение ведущих предприятий региона, санаторно-курортных и туристических объектов. Также запланировано проведение контактно-кооперационной биржи на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Представители Объединённых Арабских Эмиратов, Кубы, Индонезии, Вьетнама, России и других стран обсудят возможности взаимодействия с белорусскими предприятиями, а также участники посетят города и регионы-партнёры. Каждый день в кабинетах больницы и поликлиники идёт борьба за здоровье, а порой и за жизнь человека, нуждающегося в помощи. Никакой врач, как и боец передовой, не обойдётся без надёжного тыла. Его верный помощник – медицинская сестра. Ведь не только от врача, но и от медицинской сестры зависит успех лечения и выздоровления больных. Сегодня медсёстры востребованы в каждом медучреждении. Их труд сложно переоценить, ведь они делают важное и благородное дело. Свой профессиональный праздник 12 мая отметили медицинские сёстры во всём мире. Наша съемочная группа узнала, какую работу выполняют медицинские сёстры Брестской детской областной больницы, какими качествами они обладают и, конечно же, побывала на награждении лучших из лучших. Анастасия Мелешкевич продолжит тему. Дети, к сожалению, болеют. Иногда даже с самой первой минуты своей жизни. Вместо приготовленной домашней кроватки, маминых тёплых рук, сон в кувезе, питание через десятки трубочек и вокруг чужие люди. За закрытыми дверями педиатрического отделения для недоношенных и новорождённых детей Брестской детской областной больницы идёт ежеминутная борьба за жизнь крох. Ведь они такие маленькие. Так нуждаются в уюте, ласке и тепле. И заботятся об этих малышах милые, добрые, мягкие и пушистые медицинские сёстры. Ребёнок маленький, он плачет. Иногда он хочет к маме, которой рядом нет. Ему нужно провести какую-то сложную манипуляцию. Поэтому наши мистёстры, мне кажется, каждая из них мама для каждого определённого ребёнка. Она найдёт нужные слова, она найдёт нужный подход, где-то погладит, где-то посидит, где-то почитает книжку, где-то лишний раз ночью подойдёт к тому ребёнку, которому действительно нужна эта помощь. Малыши маленькие. Вес у нас деток бывает от килограмма. Чем более нежные руки медсестры, чем более внимательные медсестра, тем больше вероятность, что положительный эффект будет достигнут в лечении. Отделение, так и называется отделение, именно выхаживание. Мы не лечим, мы выхаживаем. И вот это выхаживание ложится практически полностью в ответственность на медсестру. Поэтому здесь надо быть очень ответственной, очень внимательной, очень отдаваться работе, чувствовать этого малыша и относиться к нему практически как к родному. Поэтому благодаря такой работе получается результат. Детское педиатрическое отделение для недоношенных и новорождённых детей. Здесь лежат крохи, появившиеся на свет раньше срока. Или малыши, которые уже имеют проблемы со здоровьем. Из коридора за прозрачными дверями в светлом помещении несколько кувезов. Сердце сжимается. Дети увешаны разными трубочками. И спят подписк приборов. И в такие моменты им как никогда нужна забота. Медсестра Елена сполна уделяет внимание каждому ребёнку. Считает, что нет в мире чужих детей. Для неё каждый малыш бесценен. И это неудивительно. Ведь такая профессия требует не только грамотности и ответственности, но и чувства сострадания и милосердия. Я считаю, что это призвание, что человек должен любить свою работу, любить детей, любить людей. Прежде всего ответственность. Ответственность за жизнь, за то, что если что-то не досмотришь, что-то может случиться. Медсестра все ответственные. Попаленным детям часто очень приходят, помогают. На любую помощь не отказываются. Самое главное, чтобы побольше персонала, который улыбается, который приятный, который приходит к нам с улыбкой. И мы улыбаемся, и деткам немножко легче становится. Деликатные, открытые и неподдельно скромные. Все эти слова были адресованы медицинским сёстрам Брестской детской областной больницы на награждение о лучших из лучших. Именно эти милые, отзывчивые, добрые душевные дамы вызывают чувство глубокого уважения. Ведь в их руках самая ценная – жизнь маленького пациента. Сергей Ковшик, главный врач детской областной больницы, тепло поздравил работников с профессиональным праздником и вручил лучшим из них почетные грамоты и благодарности Министерства здравоохранения, местной власти и профсоюзов. Любой человек, который избрал для себя медицину, будь то это медицинская сестра или фельдшер-лаборант, будь это врач и главный врач в том числе, который избрал эту профессию, он однозначно должен был основанно туда идти. Я знаю, что есть определенный отток, когда люди переходят во что-то другое. Ну, значит, неправильно было выбрано. Это даже не два в одном, это может быть три и двадцать в одном. Что надо быть гуманным, милосердным, добрым, тёплым. А ещё ответственным и деликатным. Да, именно такие качества и объединяют медицинских сестёр. Наша съёмочная группа решила выяснить, что же ещё у них общего. И знаете, задача оказалась несложной. У всех этих милых дам совершенно очевидно есть общее. Как и свойственно настоящим героям, они не считают свою работу подвигом. Мне всегда нравилось помогать людям. Нравились люди в халатах, у которых, ну, мне казалось, чистая душа, благородное сердце. Каждый человек приходит в эту жизнь для того, чтобы, наверное, оставить какой-то след в этой жизни. И мне всегда хотелось с детства внести какую-то лепту. Пусть это будет самая маленькая лепта, но пусть она будет искренняя. И пусть она принесёт выздоровление маленькому пациенту. И чтобы помочь хотя бы словом, делом, чтобы как-то облегчить страдания наших маленьких деток. И чтобы все наши пациенты поправлялись как можно быстрее. Сегодня женщины освоили многие мужские профессии. Но работа медсестры, за редким исключением, по-прежнему женское дело. Ведь только их нежные руки и добрый взгляд – это кратчайший путь к выздоровлению пациента. Продолжаем выпуск и поговорим о нашем здоровье. А если быть более точным, о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе Бресте. Сегодня она стабильно, спокойная. Надолго ли никто не решится дать точный прогноз? Александр Богданович поговорил со специалистами и уверен расслабляться пока рано. Смотрите сюжет. Абсолютно всем людям свойственна одна черта. Мы быстро привыкаем ко всему и учимся адаптироваться под любые условия. Ровно так произошло с COVID-19, поразившим весь мир какое-то время назад. Сначала всех охватили страх и паника. Сейчас же мы отпустили ситуацию. Пришло время других пугающих инфоповодов. Но следует отметить, что эта болезнь и правда отступила. Надолго ли, навсегда ли, это никому неизвестно. Но ситуация сейчас в Беларуси, в Бресте, довольно спокойная. На сегодняшний день удовлетворительная ситуация по коронавирусной инфекции отмечается в городе Бресте и Брестском районе. Случаи регистрируются, но они единичные. То есть после того высокого подъема заболеваемости омикроном, который регистрировался в Бресте и в Брестском районе с конца января и практически весь февраль. Вот на протяжении с марта по текущий месяц май заболеваемость находится на низком уровне. И этому способствовало много факторов. Прежде всего, поначалу не принятая многими вакцинация. На данный момент свою дозу иммунитета получила большая часть брещан. Будние праздники стали протекать в режиме социального дистанцирования и ношения масок. Мы стали, пусть это звучит смешно, чаще мыть руки. Но и сейчас, сегодня, расслабляться не стоит. Успокаиваться не стоит. То есть как раз сейчас тот период, когда необходимо принимать профилактические меры. На сегодняшний день самый основной метод профилактики это вакцинация. В Бресте и в Брестском районе уже достигнут 70% охват населения прививками против коронавирусной инфекции. Группы риска охвачены более чем на 75%. А некоторые и до 100%. Кроме того, с конца декабря мы занимались вакцинацией детей 12-17 лет. И тоже вот сейчас к концу учебного года, уже заканчивается учебный год, охват уже достиг 70% как в городе Бресте, так и в Брестском районе. Поэтому я бы советовал тем, кто еще не привился, это сделать. А тем, кто уже выполнил прививку, значит через 6 месяцев вводится бустерная доза или через год после вакцинации проводится повторная двукратная вакцинация. Успокаиваться рано, как пример ситуация в Северной Корее, которая накрыла первая волна коронавируса. Ким Чен Ын распорядился закрыть все города, чтобы не дать инфекции распространиться. Китай закрывается на новый локдаун. С коронавирусной инфекцией вопрос еще до конца не закрыт, судя по той ситуации, которая отмечается в целом в мире. И видно, что сейчас определенная эпидемиологическая ситуация складывается в Китайской Народной Республике, в ряде других стран Азиатского региона. Поэтому надо быть готовым к новым вызовам. Но мы смотрим будущее с оптимизмом, привитые и уже умеющие противостоять коронованному вирусу. На данный момент в городе над Бугом порядка трех десятков человек находятся на амбулаторном наблюдении. Сегодня врачи работают с так называемым спорадическим единичным уровнем заболеваемости. Но все же есть сложные случаи, которые требуют срочной госпитализации. Тогда пациента переводят в областную инфекционную больницу. Все остальные медицинские учреждения города работают в штатном режиме. Восстановлена плановая госпитализация, плановые оперативные вмешательства. В наших поликлиниках тоже возвращено все в обычное русло. Обычно проходят люди медосмотры, работают реабилитационные отделения физиотерапии, работают отделения дневного пребывания. Но у нас не исключено, естественно, у нас в целом по городу даже где-то три десятка таких пациентов наблюдается амбулаторно с ковид. Это называется спорадический режим такой у нас. Конечно, этот пациент может быть. Он может прийти в поликлинику. У нас, кстати, предусмотрено для этого все так называемое. Может принять инфекционист такого пациента с подозрением на такую инфекцию. Ну, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Но подчеркну, что эти случаи сейчас единичные. Сергей Вильгельмович со страхом вспоминает ситуацию, которая складывалась. Первые волны болезни. Работали как на фронте, на передовой. Справились, как это удалось сделать, благодаря стойкости и профессионализму врачей. Когда мы работали на пике, напряженно очень было для нашей системы здравоохранения, ну, что массовое заболевание было. И, в принципе, иногда даже было такое волнение, чтобы у нас хватило ресурсов, чтобы обеспечить все, медпомощь всем. Мы справились достойно. И, почему это еще говорю, что, чтобы такого не было, больше такого лавинообразного роста, есть выход для этого. Кроме того, что носить маски, соблюдать дистанцию, это прививки. Прививки против ковид. Это уже сейчас не обсуждается. Кто привит, полноценно ревакцинирован. Я еще раз подчеркиваю, исключаются случаи тяжелых заболеваний, исключаются случаи госпитализации. Ну, могут попадать, но исключены тяжелые случаи. Подчеркиваю, попадают пациенты такие в реанимацию. Были такие случаи привитых, но это были единичные. Это, в принципе, подтверждено во всем мире. На самом даже вот личном примере, на все личном примере, вот проверял напряженность иммунитета, специально целенаправленно. У меня это после спутника ЛАИ-то очень хорошо отреагировало. Титр был очень высокий. И, в принципе, вот на фоне этих последних волн, ну, учитывая, что у нас все-таки контакты есть, у медработников даже такие незримые, потому что бессимптомная форма есть, я, может, даже допускаю, что где-то, может, и я переболел, но не заметил вообще. Есть ли у Брещан самоуспокоение? Наверное же, он спал уже. Уже хорошо, наверное, полечили наши врачи. Прекрасно. Ну, я вот не болела, но я, правда, никуда не ходила. Плохо. Плохо перелось? Да. В больнице лежало. Ну, очень сложно было. Головные боли были очень сильные и легкие, но на аппарате не лежало. Ну, просто сейчас уже как-то снизилось число заболеваем. Ну, снизилось, да. Я вот езжу в Драйчинский район, все-таки промежуток, это, люди ездят туда-сюда. Ну, уже без масок. Очень многие, потому что сделали прививки. Уже случаев таких частых нету, как было, поэтому уже все намного легче. Мне кажется, уже люди привыкли к этому. Так что оно как грипп, что, я думаю, на спад. Может быть, и пошло, может быть, просто люди привыкли. А как считаете, сейчас коронавирус есть или он уже… Я считаю, что есть. Да? Вы соблюдаете меры предоставления? Соблюдаю. Маска, руки. Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения говорят, что это была не последняя волна на подходе с Телсомикрон. Но будем верить в лучшее и помнить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А потому продолжаем быть социально ответственными, вакцинируемся и ведем здоровый образ жизни. Сорок лет назад, благодаря усилиям неравнодушных людей, а прежде всего доктору исторических наук профессору Петру Федоровичу Лысенко, в нашем городе открылся уникальный археологический музей «Берестия». Поисковая деятельность дала возможность большому количеству людей прикоснуться к нашему общему прошлому и приоткрыть неизведанные ранее страницы истории. И сегодня на территории музея открылась выставка, посвященная 40-летию музея под названием «Археолог. Раскоп. Музей». Она повествует о том, с чего все начиналось. Археологический музей «Берестия» был открыт в 1982 году. За 40 лет существования его посетило более 3,5 миллионов человек из 50 стран мира. Ученые и историки сходятся во мнении – до сих пор сложно переоценить уникальность этого объекта. Но современному музею предшествовали годы непрерывной и кропотливой работы под руководством первооткрывателя древнего «Берестия» Петра Фёдоровича Лысенко. И пусть сегодня его нет на празднике, посвященном 40-летию музея, зато он стал связующим звеном между прошлым и будущим. Благодаря ему на этом месте были проведены раскопки и сохранены 28 уникальных жилых и хозяйственных построек, а также две деревянные мостовые XIII века. В марте 1982 года был открыт археологический музей «Берестия», аналогов которому до сих пор в Европе, в странах СНГ трудно найти, потому что был музифицирован целый квартал деревянного города XIII века, древней застройки «Берестия». Кроме того, при раскопках, которые проводил Пётр Фёдорович Лысенко со своей командой археологов Института Истории Академии Наук было найдено более 40 тысяч археологических предметов, многие из которых транслируются именно в постоянной экспозиции нашего музея. Два из этих предмета имеют статус историко-культурного ценности первой категории. Это самшитовый гребен с кириллической азбукой и фигурка шахматного короля. А в этот день гостям презентовали ещё одну удивительную выставку под названием «Археолог. Роскоп-музей». Она рассказывает об открытии древнего городища и о том, с чего начиналась история музея. Особое место на выставке занимают материалы из различных фондовых коллекций. Это фотографии, документы, технические средства и приспособления. Отдельного внимания заслуживают личные вещи первооткрывателя древнего Берестия Петра Лысенко. В экспозиции музея есть уникальные фотографии раскопа городища. На них запечатлены школьники и студенты, которые работали тогда под руководством Петра Фёдоровича Лысенко. Сегодня эти люди, очевидцы и участники событий, пришли поздравить в музей с 40-летием. Связывает меня с этим местом 1970 год. Во время летних каникул одни из моих знакомых, мне тогда было 15 лет, пригласили поработать на раскопках, заработать несколько рублей. Я помню эмоции Лысенко, когда мы откопали сруб уже в 5 венцов. Он чуть ли не прыгал, но, может быть, это я говорю так, да, и говорил, в Пскове найти 1-2 венца – это счастье. В Новгороде 3-4 – это сенсация, а здесь 5. А потом нашли 7, потом нашли 9. Вот, ну, можете представить, что это такое. Тогда, участвуя в раскопках, ребята фотографировали некоторые моменты для себя на память. Теперь, спустя десятилетия, стало понятно, что эти фотографии ценны не только для домашнего архива. Ведь они стали частью удивительного исторического открытия. А потому в этот день Виктор Кораблёв передал их музею. И теперь они составят часть экспозиции открывшейся выставки. Такой объект – это весьма-весьма редкое явление не только в археологии, но, наверное, вообще в истории не только нашей страны, но и мира. Поэтому пришло переосмысление, в том числе и то, что ты оказался волею случая причастен к раскопкам и к этой вот своеобразной тайне, которая скрывалась под достаточно большим пластом земли нашей истории. Если вы еще не были в археологическом музее Берестия, обязательно посетите его. Ведь это возможность прикоснуться к тайным истории и сделать для себя удивительное открытие. Стоит поторопиться до 1 сентября. Ведь только до этого времени здесь также можно будет увидеть выставку «Археолог. Роскоп. Музей». Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Итоги недели. В городе Жабенко прошли финальные бои Республиканской юношеской лиги бокса. Сборные команды Брестского и Витебского региона сразились за звание лучшей боксерской области. Как отметил председатель Жабенковского райисполкома Вадим Кравчук, очень важно, что финал состоялся именно в городе-спутнике Бреста, так как это отличная возможность в будущем проводить все крупные турниры по этому виду спорта на жабенковской земле. За баталиями сильных мужчин наблюдал наш корреспондент Александр Богданович. Город Жабенко не зря считается негласной столицей бокса Белоруссии. Поэтому не случайно, что именно здесь провели финал юношеской лиги этого вида единоборств. В заключительном этапе сошлись две сборные команды Брестской и Витебской области. Всего им предстояло провести между собой 32 боя во всех весовых категориях. В течение всего года все регионы Белоруссии сходились на ринге между собой. Пришло время сразиться лучшим. Бокс – это не просто бесцельное махание руками. В первую очередь это профессионализм, отточенные движения и немножечко искусство. Вспомнить того же Мохаммеда Али и его выражение «Порхай как бабочка, жаль как пчела». На сегодняшний день обе команды, они уже встречались на самых ранних этапах между собой. Встречались в 2018 году, когда открывалась лига и в финале участвовали эти команды. Команды очень равны. Перспективы и хорошие такие наметки на будущее есть и у тех, и у других. Но здесь, как говорится, кому повернется спортивная удача. Спортсмены готовы, тренеры настроены на высокий результат, но победить сильнейший. Здесь идет именно командная борьба. И от каждого зависит этот бой. Противник тоже готов. И я не хочу сказать, что будет легко им и нам. Хотелось пожелать им удачи, но нам, конечно, хотелось бы победу. Боксировать в подготовленном зале одно удовольствие, и это подтвердит любой спортсмен. Все это во много благодаря председателю Жабенковского райисполкома Вадиму Кравчуку, по инициативе которого в физкультурно-спортивном клубе «Дельта» установлено 4 ринга для комфортных тренировок боксеров. Помимо этого, для юных дарований созданы все условия для продуктивной работы на тренировках. Мы считаем, что Жабенка – это столица бокса. Здесь очень хорошая создана тренировочная база. В этом году буквально мы три месяца назад установили новых четыре тренировочных ринга. Дополнительно установили оборудование для силовых тренировок. Создали районную федерацию бокса. Сейчас идем и работаем над реконструкцией сауны, чтобы был полный цикл для тренировочного процесса именно для олимпийского вида спорта, как бокс. Поэтому наша основная задача – создать максимально комфортные здесь условия, войти в календарный план проведения мероприятий 2023 года. Я хочу, чтобы нам дали оценку, конечно же, Федерация бокса Республики Беларусь и главный тренер Республики Беларусь Александр Александрович. После этой оценки мы тогда сможем претендовать на участие и на проведение мероприятий, знаковых определенных турниров именно в нашем городе, в Жабенке, на нашей базе спортивной школы. Весь турнир проходил под диктовку спортсменов из Брестской области. Неудачно начав стартовый бой, боксеры нашего региона быстро реабилитировались и довели счет по поединкам практически до разгромного 8-4. Оставалась всего одна победа до досрочного триумфа. Тем не менее, сборная Витебской области не собиралась даваться и выиграла три поединка подряд. Все решилось финальным боем при счете 8-7, где наш боксер уверенно заработал решающее очко в копилку нашей сборной. Итоговый счет 9-7 в пользу сборной Брестской области. Примечательно, что победить в командном первенстве Брестской области удалось впервые. Финальный результат – показатель большой проделанной работы как самих спортсменов, так и тренеров. Левый джеб, апперкот, хук – каждый из этих элементов боксерской подготовки нужно оттачивать ежедневно, часами, чтобы при выходе на ринг важный момент не дрогнула рука. И у спортсменов нашей области это получилось. Лига бокса, она показывает именно плодотворно, результат хороший всегда к концу к маю. И вот эти ребята, которые сегодня боксируют в финале, они уже все провели по всем бою. Вот они начинали, сначала, кажется, детский бокс, но уже к седьмому бою они уже всегда… Видно, что они тактику, технику, уже мозги имеют все. Поэтому, я вам скажу, это же четвертый год. Первый год прошла лига, она прошла сразу с трудом, но поехали на чемпионат Европы по 13-14 лет, завоевали пять медалей. Хочу сразу сказать спасибо руководству города, во-первых, за такое отношение, к которому они отнеслись, именно с таким желанием помочь именно финал провести. То, что сейчас вот сидят зрители, люди пришли, именно местные, поболеть за свою команду, это очень приятно. Я скажу, если присутствует руководство на соревнованиях, это уже говорит о многом, то, что значит, это не безразлично. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok